Всем привет, друзья! С вами Маша и пишите в комментариях, как у вас дела. И сегодня у меня будет такое осеннее видео, в котором я покажу вам свои осенние луки, а также свой макияж. И я решила устроить для вас конкурс, и в конце этого видео будут условия и сами призы. Так что смотрите это видео до конца и участвуйте в конкурсе, потому что призы классные, и в этот раз у меня будет целых два победителя. На первом месте человек получит от меня вот такой вот классный блокнотик с вкусняшками, мне он кажется очень классным, и я считаю, что блокнотики никогда не бывают лишними, так что вот. Далее человек получит от меня вот такой вот классный пенальчик в папочку, и в него можно складывать разную вашу канцелярию. Он очень удобный, красивый, и мне он безумно нравится. Далее человек получит от меня вот такой вот классный кошелечек в виде котика, и это тоже, я считаю, классный подарок. И последний подарок, который получит от меня человек, занявший первое место, это вот такая вот классная ручка с клубничками. Кстати, у меня такая же есть. Ну, а на втором месте человек получит от меня вот такую вот классную тканевую маску с единорогом. Кот сходит с ума. Э, уходи отсюда. Вот такой вот классный блокнотик с котиком розовенький, а также вот такой вот пенальчик только розового цвета. И он опять же очень стильный и красивый, мне он безумно нравится так же, как и бирюзовый. И это были подарки, которые получит человек от меня, занявший второе место. В осень меня погружают всякие картиночки из Пинтереста и свечки. Я просто обожаю свечки, и они создают такую классную атмосферу, что просто. В топ моих любимых осенних напитков входят какао с маршмеллоу, горячий шоколад, всякие пряные напитки, а также латы со сливками. Обожаю. Из обуви у меня осень ассоциируется с всякими кедами, а также обувью на высокой подошве. А самыми топовыми бринтами, мне кажется, это в клетку вот эти. Ну и из одежды это штанины в клетку, а также юбка в таком же стиле, всякие теплые свитерки, а также свитшоты. И как ничто другое, меня в осень погружают именно фотографии из Пинтереста, опять же, или какие-то уютные раскладки из Инстаграма. Я надеюсь, что какой-то из этих способов сможет вас погрузить в атмосферу осени. И вообще, осень это действительно классное время года, потому что оно такое уютное. Помимо этих способов, я советую вам устраивать осенью почаще какие-то отдыхательные вечерки, когда вы сможете просто сесть, посмотреть любимый фильм с кокао, с маршмеллоу, просто отдохнуть. Почаще устраивайте для себя такие дни, потому что отдых для человека чрезвычайно важен, не перегружайте себя и отдыхайте. Также советую создать вокруг себя какую-то осеннюю атмосферу, а точнее сделать это с помощью своего декора. Вы можете просто взять осенние листья с улицы и поставить их в вазочку на свой стол. Либо же вы можете посмотреть мое прошлое видео, где я рассказываю про свой осенний декор, и возможно именно он для вас подарит какое-то вдохновение. Ну и напоследок хочу посоветовать вам не впадать ни в какую осеннюю депрессию, а наслаждаться этим чудесным временем года на максимум, гулять на улице, собирать листья и просто наслаждаться. И теперь я покажу вам свой макияж. В качестве основы я использую вот такой вот крем для лица, который разравнивает кожу, а также ее увлажняет. А в качестве тональника я использую вот такой вот от NYX и наношу его только на проблемные участки своей кожи, а точнее там где у меня нос, потом под глазами чуть-чуть и на подбородке. Этот тональный крем я растушевываю вот этой кисточкой. А далее использую вот такую вот тушь и перед этим хорошенечко стечаю с нее почти всю тушь и после чего наношу. Так будет меньше комочков и к тому же сильно я их не прокрашиваю, потому что у меня от природы ресницы черные. Далее я беру вот такую вот щеточку для бровей и расчесываю опять свои ресницы, потому что иногда все-таки комочки на ресницах могут остаться. И поэтому я хорошенечко распределяю тушь по ресницам, по нижним и по верхним. Кстати, на нижний я иногда не наношу тушь. После чего этой же кисточкой я хорошенечко расчесываю свои брови, потому что они почему-то все время опускаются у меня вниз, а так не должно быть. После чего беру специальную кисточку для нанесения теней и, собственно, беру тени. И да, все мои тени находятся в этом огромном ящике, потому что у меня есть только такие тени. После беру розовые румяна и наношу их на свои щеки. Так как у меня нет хайлайтера, я использую просто какие-то самые светлые тени и самые блестящие из моей палетки теней и использую их как хайлайтер. Кстати, это неплохой лайфхак, и именно эти тени работают прям как хайлайтер. Да, кажется у меня что-то с речью. Далее я беру бальзам для губ от Элс и наношу его на свои губы. Он, кстати, хорошо увлажняет и пахнет вкусно. И наношу его вот такими вот похлопывающими движениями. И все. Мой макияж готов. И все. Ну и для того, чтобы участвовать в конкурсе, вам нужно быть обязательно подписчиком моего канала. Далее, вам нужно обязательно написать в комментариях слово «участвую» или же вы можете отправить три своих любимых смайлика. И третье условие. Вам нужно поставить лайк под этим видео, а также под прошлым видео про то, что в моем рюкзаке. И его вы можете найти по ссылочке в описании или вот здесь где-то будет подсказка. И победители в этом конкурсе будут объявлены 21 сентября. И все это будет выбрано рандомным образом. А точнее, у меня есть специальная программа для выбора рандомных комментариев. Поэтому все будет максимально честно. И, ребята, если вы не выиграете, то я советую вам не расстраиваться, потому что на моем канале будет еще куча конкурсов. Я в этом уверена. Так что участвуйте. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так, то ставьте лайк. И всем пока-пока.